Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Бесы, бесы шоу-бизнеса собрались в подвале, устроили шабаш. Это то, чего невозможно себе представить здравому человеку, здоровому человеку. Вот на ваших экранах кадры Роман Рудаков, который написал на камне «Кто меня найдет, позаботьтесь о матери, сестре и братье». Герой, который в составе штурмовой группы, они укрылись от превосходящих сил противника. Девять человек в подвале, перекрытие от очередного взрыва, как пишут, смирухнули. Разговаривает с его матерью, она передает в его, значит, соответственно, воинскую часть, или там взвод, камень этот, на котором он написал эти слова. У матери слезы на глазах, естественно, погиб сын. Министр обороны лично сообщил о том, что последняя воля будет исполнена матери, либо квартира, либо дом, сына, второму сыну, брату Рудакова. Лечение у него инвалид второй группы зрения. И давайте, друзья, перенесемся теперь к бесам, которые собрались, можно сказать, в преисподне. Вечеринка Насти Ивлеевой, которая была ведущей «Орла и Решки», больше, кроме как скандалами и голыми жопами, я не могу сказать, чем она отмечена. Это голая вечеринка в каком-то там, я даже не хотел запоминать, ресторане, клубе там или где-то еще, неважно где. Сейчас вы будете видеть кадры, общественники уже просят проверить все это дело на пропаганду ЛГБТ. Часть кадров я не могу вам показать, потому что там пацаны с полуголыми писюнами, надетыми на них носками. Расхаживают попросту среди бесов. Вы знаете, на это невозможно смотреть здоровому, нормальному человеку. Эти люди не слышали о законе о запрете ЛГБТ, о признании экстремистским движением. Одна красавица мужского пола там стоит в лифчике, можно сказать, и рассказывает, что вышло он это все стразами. Я присоединяюсь к общественникам и прошу правоохранительные органы на основе всех этих материалов, которые они сами отсняли. Проверить этот шабаш натуральный на пропаганду всего, чего только можно. Потому что президент России, высшее руководство страны, все нормальные люди говорят о том, что необходима пропаганда, как я говорю, не традиционных, а единственно нормальных ценностей. Любви мужчины к женщине и женщины к мужчине. Традиционные какие-то единственно нормальные песни. Убрать эти поющие трусы и вываливающиеся тетяндры со сцены. Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита, Джиган. Все там, все. Это голая вечеринка. Ксения Собчак. Вы понимаете, они устроили просто шабаш. Я по-другому не могу это назвать. Да так пишут и в СМИ, и люди в комментариях. И они радуются этому. Они радуются критике. Вот что говорит. Я надеюсь, друзья, у вас тоже блевотина полилась при просмотре этих кадров. Вот что пишет и обращается к нам с вами. К тем людям, которые просто на фоне проведения операции слез матерей по погибшим сыновьям. По тем людям, которые сейчас лежат в осенне-зимнюю распутицу, в зимнюю распутицу, в холоде, защищая национальные интересы страны, проводят вот это все. Нашим людям, нам, вот что пишет и обращается с голой вечеринки Настя Ивлеева, организатор. Мы смотрим на Запад, говорит она, на выходы красивых, стройных моделей и говорим, блин, они такие красивые, классные. Выходят наши красивые, подтянутые артисты и все такие, как так можно? Эстрада опустилась. Боже, я это так люблю. Она организатор, если что, для правоохранительных органов, для общественников. Она организатор, она это любит. Пусть это никогда не проходит, говорит она. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. То есть она не хочет единства. Тогда станет так скучно, продолжает она, когда все друг друга будут любить и принимать. Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда. Так что больше комментариев, больше негодования, говорит нам организатор этого шабаша Настюша Ивлеева. Друзья, вы знаете, если бы была моя воля не мне давать правовой оценки, во мне говорит эмоция. Эмоции, если бы была моя воля, я бы их выслал всех из страны в течение часа. Всех участников, которые были на этой вечеринке. Всех. И завел бы на всех уголовные дела за участие в ЛГБТ-экстремистском сообществе. Почему, друзья? Потому что те люди, которые там среди них ходили, не мне давать правооценки. Еще раз говорю, не мне. Я считаю, что это была пропаганда. Я считаю, что те, кто там участвовал, они участвовали в этом. Но это мое мнение. Это эмоции, еще раз говорю. Это, естественно, не относится к делу с точки зрения правовой оценки. Это все говорит, естественно, правоохранительным органам. Если они там найдут. И вообще, в принципе, там есть пропаганда какая-либо. Если ее там нет, безусловно, они ничего не нарушили с точки зрения закона. Но с точки зрения морально-нравственной стороны, друзья, в период проведения операции и на фоне того, что в первой части мы с вами посмотрели, я считаю, что это просто шок. Это просто... И они бросают вызов, она говорит, больше негодования, больше критики. Я хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. И Киркоров там. Они все, все там, понимаете? Когда мы говорим, чтобы эстрада наконец стала творчеством, чтобы не было этих голых писюнов и голых этих вываливающихся тетяндеров. Вот они все. Они никуда не делись. Они бросают вызов и говорят, больше негодуйте, больше критикуйте. Нам насрать на законы ЛГБТ. Нам насрать о том, что это экстремизм признан. Нам насрать на все ваши операции. Мы здесь проводим голую вечеринку. Мы тусуемся. Мы пьем алкоголь, табуга, не вредит здоровью. Мы танцуем. Мы показываем голые жопы. Мы показываем пацанов в лифчиках. Нам плевать на вас всех. Мы богаты и знамениты. И нам можно все. И ничего не будет никому из нас. И мы дальше будем превращать, как с Пугачевой началось, эстраду в дикий шабаш и разврат. Это пошлость, которую невозможно смотреть, для того, чтобы у вас кровь из глаз полилась. Это невозможно смотреть. Это просто уродство какое-то натуральное, друзья. Это не находит слов моя душа для того, чтобы выразить все негодование. Я надеюсь, вы их найдете. И очень надеюсь, что и общественники обратят на это внимание, и соответствующие органы. Это ужасно. В период проведения операций те ребята, которые находятся на передовой защищения национальной интересы страны, посмотрят, что в сердце России, в столице, в Москве, бесы в преисподне, в темноте проводят вот такие мероприятия. И им плевать на все. Настюша Ивлеева говорит, вы видели хоть раз на трусах украшения за 23 миллиона рублей? Она нацепила себе цепь на трусы сзади. Да лучше бы ты это продала и отправила эти деньги ребятам в поддержку операций на передовую. Плюнуть мне хочется. Это ужасно. Это просто... Друзья, я надеюсь на ваши комментарии, вашу поддержку. Распространите. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Телеграм-канал Будда Гришна Новости и Рутюб Будда Гришна. И потом Киркоров будет сидеть у Добровинского и плакаться, что его детей травят в школе после того, как он выгибает жопу на сцене. Ему по жопе бьет ребенок. И за это никто ничего не делает. И потом Добровинский будет сидеть и говорить, что все виноваты, кто сказал об этом, но только не те, кто там участвовал. Пуа!